Приветствую всех на фабрике новойны. Я Анастасия Фадор, имя есть сегодня Игорь Яковенко, журналист, социолог, медиа-эксперт. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Что ж, западные СМИ сегодня на ушах пишут, например, что редакция Нью-Йорк Таймс призывает Байдена покинуть борьбу за Белый дом. После его выступления на дебатах СНН пишут, что там в Джо Байдена администрации все просто в шоке. Пишет редактор Джулиан Зелезер, что после провального выступления президента Джо Байдена на дебатах в четверг вечером демократы находятся в состоянии полной паники и пытаясь понять, что будет дальше. Также называют фамилию Камала Харрис, которая вице-президентка США, что она якобы может еще спасти ситуацию. И сейчас ей нужно взять все в руки в ближайшие недели, продемонстрировать свой авторитет и показать, что она может управлять сценой. Также называя совсем неожиданные фамилии, как, например, губернатор Калифорнии, говорят так же, что у него есть все шансы быть вместо Байдена. Но здесь вопрос один. Решение же за Байдена. Кто может повлиять на него, как думаете, чтобы он все же покинул эту идею, оплатировался президентом США? И все ли так плохо было? Ну, во-первых, все было действительно очень плохо. То есть, если брать содержательно, то, конечно, можно было бы считать, что Байден не проиграл. По крайней мере, если говорить о содержательной стороне вопроса. То есть, Трамп врал тут, и любители из американской прессы подсчитали, что он соврал 30 раз. Ну, Байден тоже говорят то, что врал там, правда, я как-то не слышал, тем более, что Байден говорил настолько неразборчиво, что понять, что он говорит, было довольно сложно. Но, тем не менее, Байден лгал в несколько раз меньше, совершенно очевидно. Ну, и в целом, так сказать, содержательно, безусловно, ситуация была такая, что именно по содержанию Байден, конечно, не проиграл. Но проблема заключалась в том, что зачастую действительно было сложно понять, что он говорит, потому что он говорил нечернораздельно. Он все время сбивался, ну, и явно был в очень плохой физической форме. И понятно, что вся Америка и весь мир увидели, что такой человек, который находится в такой физической форме, управлять государством, конечно, не может. И это был полный провал. То есть, несмотря на то, что, опять-таки, содержательно Трамп проиграл, но по форме, а форма здесь имеет огромное значение, все-таки теледебаты, это не какой-то там научный диспут. Это политическое шоу. И на избирателей, конечно, влияет, многие вряд ли станут разбираться в каких-то отдельных, так сказать, в каких-то отдельных нюансах внешней и внутренней политики. Ну, а по форме это был явный провал. Так что это, конечно, катастрофа. У меня есть очень большие сомнения, что Байден снимется с гонки, потому что он уже заявил о том, что он не собирается это делать. Он сказал, что да, он не молод, он не так быстро бегает и не так хорошо говорит, как раньше. Но он считает, что он все равно может руководить, управлять Соединенными Штатами Америки. И он явно не собирается сниматься с гонки. Что касается того, ну, во-первых, против воли. Формально, конечно, съезд демократической партии имеет право выдвинуть другого кандидата. Но, в общем, таких все-таки есть. Америка – это страна традиций. И поэтому по традиции такого быть не должно. Тем более, что они же сами его выдвигали. И сейчас против его воли снять это крайне маловероятно. Но если это все-таки произойдет, то тут есть проблема. Потому что вице-президент нынешний Амала Харрис, она, в общем, явно не является популярной. Явно, так сказать, если она будет выдвигаться против Трампа, то, скорее всего, это будет еще хуже. Что касается губернатора Калифорнии, ну, опять-таки, он уже заявил о том, что он готов поддержать Байдена. Так что вероятность тоже не очень велика. Хотя, наверное, это было бы неплохо. Но тут есть один вопрос. Дело в том, что раскрутить какого-то нового кандидата за оставшиеся пару месяцев – это задача. Для Соединенных Штатов задача очень сложная. Это не Россия, где рейтинг Ельцина можно было поднять за несколько месяцев до конкурентоспособной величины, с нуля фактически. Ну и, кроме всего прочего, у Ельцина все-таки была известность достаточно высокая. А при наличии известности нарастить, то есть поменять в случае известности плюс на минус – это легче, чем просто с нуля вырастить, так сказать, общенационального лидера. Поэтому я думаю, что, скажем так, вероятность смены президентов после этих дебатов в Соединенных Штатах Америки резко возросла. Понятно, что элемент непредсказуемости сохраняется. Понятно, что в сентябре будут вторые дебаты, и там теоретически Байден может все отыграть. Но он за это время явно не помолодеет. Поэтому мне представляется, что сейчас надо все-таки готовиться к тому, что 47-м президентом Соединенных Штатов Америки станет 45-й президент США. К сожалению. Ну и интересно сегодня в Кремле, как реагируют на все эти дебаты. Пишут СМИ, что якобы там также не верят в возможность снятия Байдена с приборной гонки в США после его провальных этиледебатов якобы с Трампом. Но вот здесь интересный момент. А Трамп себя также показал с разной стороны. Он неожидаемый. Но то заявление, которое нам бросает за глаза, то, что он сказал, что план Путина ему неприемлем. Не знаю, это было для фигуры речи, потому что Трамп понимает, что есть счастье избирателей, которым также важна доля Украины. Скажем так, но все же для России кто такой Трамп? Когда понятно встало более после этого выступления, что он не будет с Путиным? Да нет, он как было, так и есть. Трамп это идеальный кандидат, идеальный президент для Путина. Там все разговоры Путина о том, что им выгоднее Байден, это классическая разводка. Это классическая попытка тем самым поддержать Трампа. Потому что понятно, что Путин это враг Америки. И сегодня ясно, что он человек, который противостоит Америке. И поэтому любая поддержка Путина означает понижение рейтинга того, кого он поддерживает. Поэтому он поддерживает Байдена. Для того, чтобы выгол Трамп. Это совершенно очевидно. То есть это такая простая разводка, что для все-таки оперативника, которым когда-то был Путин, тут это не бином Ньютона. Поэтому, ну а в целом я думаю, что действительно Трамп удобен Путину. Во-первых, потому что он, по крайней мере, он все время говорит, что с Путиным надо договариваться, надо, чтобы Путин уважал тебя и так далее. То есть он нацелен на какие-то переговоры с Путиным. Если Байден сжег мосты, называя Путина убийцей, говоря о том, что Путин преступник, и здесь понятно, что все сказано уже. Здесь все уже сказано, здесь позиции уже обозначены. А Трамп собирается с Путиным разговаривать, собирается с ним взаимодействовать, вызывать у него доверие, уважение и так далее. Так что и в этой игре, конечно, Путин выигрывает. Это совершенно очевидно. То есть в игре с Трампом Путин всегда выиграет. Просто потому что он, как бы, он опер, и у него искусство вербовки на неплохом уровне. Так что здесь, я думаю, что Трамп для Путина очень-очень выгодный президент. Тем временем, как пишет журнал Foreign Affairs, что сегодня российские элиты уже научились перестать беспокоиться о войне в Украине, теперь обсуждают, как она закончится. Они уверены, что должна быть победа России. Вот как пишут также журналисты, что какие-то источники говорят о том, что ну а по-другому быть нельзя, мы же должны победить, потому что плохо быть изгоем в качестве победителя, но еще хуже быть изгоем в роли проигравшего. Вот раньше мы слышали часто мысли от экспертов, что не все были так Путина в ближайшем окружении, довольны войной тем, что происходит. Можно сказать, что сегодня уже привыкли, что они уже готовы играть в долгу и быть с Путиным до конца? Тут, понимаете, у них не очень остается вопрос выбора, потому что, собственно говоря, ну как, если они как публично, то есть, понимаете, мы сейчас обсуждаем что? Мы обсуждаем то, что у них в головах, или обсуждаем то, что у них на языке. Риторика, безусловно, она, конечно, будет всегда пропутинская, она всегда будет провоенная, она всегда будет, так сказать, зетная, ватная и так далее. Это очевидно, потому что с иной риторикой для чиновника есть высокая вероятность оказаться в тюрьме. Поэтому публично они, конечно, будут поддерживать войну, они будут поддерживать, так сказать, за победу и так далее. Вот весь этот бред. Ну, а что у них в голове, это отдельная история. Ну, во-первых, я не уверен, что мы сейчас с уверенностью можем, извините за статологию, можем говорить о том, что у них в голове. Во-вторых, я думаю, что в целом, если, так сказать, представить себе такой мысленный эксперимент, что сейчас коллективная, коллективная вот эта вот номенклатура российская могла бы мысленно хотя бы проголосовать за или против войны, они, конечно, бы проголосовали против. Потому что, в общем-то, за исключением не очень большого количества бенефициаров этой войны, все-таки основная масса не только граждан рядовых, но и чиновников существенно пострадала от этого. У них нет возможности, ну, привычный уровень жизни, привычный образ жизни, когда они воруют здесь, тратят за границей, обеспечивают своим детям и самим себе комфортную жизнь в Европе. Сейчас такой опции нет. Это, в общем, серьезное понижение качества жизни не только россиян, но и номенклатуры. Тем временем Путин призвал возобновить выпуск ракет, ядерных ракет, которые должны были бы быть направлены на Европу. Мол, очень давно, в 80-х годах еще договор, ради бы США, в частности, вышла с договора, и сегодня Путин хотел бы возобновить. Но вот здесь интересно, это только слова, или все же сегодня Путин действительно, вот как и пишут западные СМИ, что и элита готовится к долгой войне, и войне против ЕС, против НАТО, или все же это пока еще пугалки? Вы знаете, здесь нет границы, здесь нет альтернативы. С одной стороны, действительно, они понимают, что такое готовиться к долгой войне, а другой войны не предвидится. Конечно, они бы хотели готовиться к молниеносной войне, к Блиск-Кригу, Киев за три дня, но не получается. Поэтому, когда говорят, что вот они сделали выбор в пользу долгой войны, то выбора-то не было никакого. Это, что называется, естественным образом так получилось. Потому что быстрой войны не получается, значит, остается долгая. То есть вопрос, выбор не за ними. Это вооруженные силы Украины, так сказать, загнали ситуацию в россиян, российских оккупантов, что война стала долгой. Если бы сдались ВСУ, если бы Украина сдалась, если бы там тот же самый Зеленский, например, принял бы приглашение американского президента эвакуироваться из Киева в самом начале войны, то все это, скорее всего, бы закончилось. Ну, возможно. Так что, ну и не только поэтому. Ну, короче говоря, долгая война – это не выбор России. Это вынужденная ситуация. Что же касается ядерного оружия, то это, безусловно, шантаж, но и в то же время это в известной степени какое-то действие, которое внушает уверенность тем же самым чиновникам, тем же самым пропагандистам. Но в любом случае это шантаж. Конечно же, это, по сути дела, это основное сегодня, чем Путин может противостоять Западу, которого он проигрывает во много раз, в десятки раз проигрывает по экономике, по военной мощи. Единственный аргумент – это ядерный шантаж. Поэтому он будет оставаться, а для того, чтобы ядерный шантаж выглядел убедительно, для этого нужна какая-то материальная часть. Поэтому это выглядит именно таким образом. То есть фактически вот эти вот и учения, и создания, так сказать, развития, так сказать, ракетного производства – это все, можно сказать, что это не попытка действительно начать реальную войну, это инфраструктура ядерного шантажа. Вот я думаю, что это именно так обстоит. По поводу ресурсов России, ну, здесь не как военные эксперты будем рассуждать, а вот как будет Путин искать источники, где пополнять это все. Ну, во-первых, британская разведка считает май самым кровавым за все 27 месяцев войны, полагая, что потери составляли в среднем 1200 человек в день. Таким образом пишут аналитики, что за май армия могла лишиться 31-37 тысяч бойцов. Но в этом плане пишут, что пока еще России удается пополнять стабильно, с живой силой все нормально. Но, как пишет немецкая газета, что Россия все-таки понесла большие потери в танках за время войны в Украине. Они анализируют спутниковые снимки и пишут, что, ну, как-то очень мало остается. Ну, то есть там не идет, скажем так, речь про годы войны. Как думаете, стоит ли надеяться, что у России что-то закончится на фоне того, что Путин все же ищет в пути? Он в КНДР слетал, он как-то с Китаем там имеет. Какие-никакие связи, да? Вот мы пока не знаем, какие именно. У него есть, на самом деле, союзники-диктаторы другие, которые помогают ему. Вот здесь как ему получится или не получится все это восстановить? Я думаю, что надеяться на то, что у Путина закончатся солдаты или закончатся танки, это утопия. Не будет этого. То есть идут мероприятия по восстановлению. Да, действительно, потери огромные. Да, действительно, свыше 30 тысяч человек за май. Невосполнимые потери – это серьезно. Но, тем не менее, ну, слушайте, вот 30 тысяч минус, значит, 10 тысяч одних только мигрантов направлено на фронт. Одних только мигрантов. То есть это вот уже, как сказать, это уже пополнение не из числа мобилизационного ресурса, а это извне. Поговаривают о каких-то северокорейских войсках на линии фронта. Но пока речь идет о инженерно-технических войсках. Но это тоже ресурс. Имеется в виду и с Северной Кореей. Это тоже ресурс. И теоретически, ну, правда, военные эксперты оценивают как невысокую вероятность то, что северокорейские солдаты окажутся на линии фронта. Но, по крайней мере, если говорить о военно-инженерных войсках, то это тоже ресурс. Это тоже те солдаты, которые могут заменить российских солдат, которые окажутся на поле боя. И поэтому, вот, надеяться на то, что у Путина кончатся солдаты, я думаю, что это будет иллюзия, это ложные надежды. Россия большая страна, в ней пока еще очень много ресурсов, и этого не будет. И денег можно напечатать много, этими деньгами этими деньгами мотивировать. То есть, сейчас уже одноразовые выплаты достигли, если с самого начала речь шла о 200 тысячах, то сейчас уже за миллион, даже в некоторых случаях, 2 миллиона платят единоразовые выплаты. Вот, поэтому и это, безусловно, громадная стимуляция. Есть большое количество мужчин мобилизационного возраста, которые готовы за такие деньги идти и, так сказать, ну, надеются, конечно, на авось, надеются, что выживут, но готовы за такие деньги рисковать. Это, что касается живой силы. Что касается танков, ну, преимущество в танках у России такое, что ни при каких обстоятельствах, конечно, то есть, танков у России больше, чем у всех стран НАТО вместе взят. То есть, ну, я просто сейчас не готов точные цифры называть и точные цифры потерь, но это, ну, ресурс, именно запас танков очень большой. Поэтому надеяться, что танки закончатся, это маловероятно. Тем более, что все-таки пока, к сожалению, благодаря, ну, в том числе и странной позиции Соединенных Штатов Америки, которые запрещают Украине наносить удары по военным объектам по глубине российской территории, Уралвагонзавод пока еще выпускает танки. Хотя, в принципе, если бы это нелепое ограничение было снято, уничтожить Уралвагонзавод не такая уж большая проблема. Проблема, но решаемая. Но пока это запрещено. Поэтому Уралвагонзавод все-таки штампует танков достаточное количество, чтобы восполнить хотя бы частично потери. А запас слишком велик, чтобы можно было говорить о существенном каком-то его исчерпании. Так что на это рассчитывать нельзя. Рассчитывать можно на то, что будут, ну, вот, говорят, что в конце года будет порядка общее количество самолетов совершенно другого типа, там, включая Ф-16 Миражи, если их будет порядка 70 штук, это уже что-то, что в значительной степени позволит, ну, если не переломить войну, то, по крайней мере, поход войны, то, по крайней мере, исключить возможность какого-то успешного российского наступления. Плюс еще обещают системы ПВО, те самые Патриот, которые в конечном итоге, если их будет, как говорят, где-то порядка свыше 14, то это, я думаю, что действительно то, что может, ну, не то, чтобы закрыть небо над Украиной, это вообще, в принципе, невозможно, но, во всяком случае, существенно снизить ущерб от российских налетов на города и на военные объекты. Так что перспектива, мне кажется, в этом направлении. Ну, а дальнейшее, если будет все-таки расширяться военная помощь, если все-таки, ну, я не знаю, там, после прихода Трампа вообще, как бы, черная пустота, полная неопределенность, но, в любом случае, Европа сейчас, в значительной степени Европа сейчас берет на себя основную тяжесть помощи Украины, и здесь могут быть серьезные переломы в боевых действиях, если Европа действительно выполнит свои обязательства по финансовой и военной помощи. Вот, а расчет на то, что у Путина там, что закончится, я думаю, что это утопия. Да, не закончится, наверное, еще много чего, потому что, вот, как пишут Минобороны России, там получили свыше 190 тысяч единиц конфискованного у россиян имущества, об этом говорит федеральный директор службы судебных приставов в РФ, но большинство это автотранспорт, автомобили, лодки, какая-то топачная продукция, ну и компьютерная техника. Вот, мне интересно, это же не москвичей правильно отбирать машины, какая часть населения России может терпеть это, и вот это, понимаешь, тоже анализ делают в Госдуме или где-то в ближайшем окружении Путина, вот у кого можно сегодня отобрать машину без последствий, а кого лучше не трогать России? Ну, в основном, все-таки, я так думаю, что москвичи и жители Санкт-Петербурга здесь в меньшей степени страдают от подобного рода беспредела, но это традиция, все-таки стараются Москву не задевать особо, Питер тоже стараются не трогать, но, в принципе, я думаю, что терпение здесь в любом случае, если кто-то надеется на то, что россияне в результате вот такого беспредела, в результате в целом ухудшения их уровня жизни начнут восставать, это ошибка, это тоже утопия, этого не будет, этого не будет, прежде всего, потому, что слишком сильна репрессивная машина, и, в общем, все понимают, что восставать, бунтовать, выходить с какими-то протестами, это означает практически гарантированное переселение за решетку, но в российских тюрьмах очень плохо, и об этом все знают. Вот по поводу того, могут ли бунтовать россияне, все видели Дагестан, все видели заявление Кадырова, который призывает убивать родственников лиц, которые нападают на сотрудников полиции, Песков, который это все подтвердил и согласился с таким мнением Кадырова, вот так думаете, в этом плане, уже называют Дагестан как фактор развала России, вот только сегодня надежды все на этот регион, все же стоит ли надеяться, что нужно, какой-то лидер может объединить, какой-то еще, не знаю, фактор, который больше разозлит этих людей, что должно случиться? То, что Северный Кавказ вообще в целом это безусловно взрывоопасный регион, это очевидно, причем здесь Дагестан, да, это самая большая республика, самая гетерогенная и проблема там действительно такая, что в целом большое количество молодых, здоровых мужчин, у которых нет работы и у которых ресурс, дальнейшая стратегия жизни, это либо ехать в Москву, вступать в какие-то бандформирования, либо покупать за большие деньги, должность в полиции или в администрации, либо действительно вот идти, так сказать, вот в это вот ваххабистское подполье, что, собственно говоря, зачастую не альтернатива, потому что мы видим, что элита, дети воскопоставленных чиновников оказываются в составе вот этих террористических банк, и это заставляет задуматься, вполне возможно, я думаю, что это очевидно, что многие власть имущущие сейчас в Дагестане обладают, так сказать, вот такой двусторонностью, с одной стороны, член Единой России, а с другой стороны, поддерживает контакты с террористами, вот, это, я думаю, что на сегодняшний момент норма для Дагестана, но говорить о том, что вот сейчас прямо, вот, понимаете, вся вот эта террористическая деятельность, она не является национально-освободительной войной, то есть это теракты, и они не рассчитаны на то, чтобы Дагестан вышел из состава России, процессы вот такого вот центробежной процесса, они появятся и резко, скачкообразно приведут к развалу России, не вот от таких вот движений, а прежде всего от серьезных изменений на фронте, то есть я думаю, что тяжелое военное поражение российской оккупационной армии и возможно какие-то серьезные процессы по освобождению оккупированных территорий прежде всего Крыма. Я думаю, что вот деоккупация Крыма она может вполне привести к тому, что прежде всего армия воспримет это как акт национального унижения и как акт несостоятельности президента. эту вот деоккупацию Крыма не удастся замазать никакими абсолютно никакими пропагандистскими причитаниями, никакими заклинаниями, никакими объяснениями, что вот ну так надо, это вот временно отступили мы и так далее. Нет, это не сработает. Особенно если учесть, что если одновременно будут очень серьезные нанесены поражения оккупационной армии с большими потерями для нее, то я не исключаю, что в этом случае произойдет какое-то серьезное изменение в массовом сознании армии, что начнет что получит отражение в том числе и какой-то части генералитета. И вот тогда вполне возможно повторение того, чем занимался Пригожин вот этот вот марш справедливости. Но если в нем будут участвовать уже какие-то ну скажем так какая-то дивизия восставшая, то это может привести совершенно к другому результату. Я думаю, что вот с этого может начаться распад России. Прежде всего с этого. Потому что на сегодняшний момент какие-то выступления отдельных республик они будут конечно подавлены. Они будут подавлены и тут сомнений нет. Там Дагестан если встанет и попытается восстать ну не восстанут они же чувствуют они же все понимают все вот это вот все обстановка страха она разлита разлита по России и выступлений никаких вот массовое выступление были но они все-таки были локальные недостаточно массово для того чтобы прошел какой-то процесс распада. А вот в случае когда понимаете вооруженных людей могут победить только другие вооруженные люди это все-таки закон никто не отменял поэтому я думаю что развал России начнется с армии с того что армия почувствует увидев тяжелое военное поражение понимая что на самом деле они являются смертниками в Украине причем бессмысленными смертниками в сочетании с деоккупацией Крыма например это может дать вот именно тот эффект о котором я говорю еще уточню в завершении разговора не знаю если план развала России в том документе который должен представить Зеленский нашим западным партнером потому что он сказал что Украина в этом году представит всеобъемлющий план прекращения войны с Россией ну и уточнил что не все зависит от нас вы представляете что за пункт плана должен быть там какие страны должны подписать этот план чтобы повлиять на Путина или все же это скажем так более дипломатический шаг после которого вряд ли остановится война ну во-первых никакого конечно пункта развали России там в этом плане не будет такую задачу к сожалению никто не ставит ни на ни на западе ни в Украине что касается того что какие пункты могут быть в этом плане для того чтобы его подписал Путин Путин сказал какие пункты должны быть в этом плане Украина должна просто сдаться Украина должна капитулировать Украина должна отдать России так сказать там свои территории вот значит забыть обступление в НАТО Украина должна денацифицироваться и демилитаризироваться, то есть распустить армию, сменить руководство и вообще встать на колени и, по сути дела, подписать акт о полной и безоговорочной капитуляции. Вот такой план Путин подпишет. Но у меня есть сильные сомнения, что Владимир Зеленский готов выкатить именно такой план. Конечно, нет. Никакой план, который составит Зеленский, не будет подписан Путиным. По крайней мере, в обозримый период. Я думаю, что вообще никогда. Поэтому то, что сейчас происходит с этим саммитом Мира-1, с саммитом Мира-2, это дипломатия. Это попытка, довольно успешная дипломатия, потому что украинской дипломатии удалось собрать довольно много участников. Все-таки 90 участников – это много. Это практически почти половина человечества. Почти половина государств, которые существуют на планете Земля. Это большой успех. Что предполагается на саммите Мира-2, не знаю. Это большой вопрос. И вопрос не ко мне. Я думаю, что это, опять-таки, будет продолжение перетягивания на свою сторону еще каких-то стран. И это не бессмысленная работа, потому что, на самом деле, как бы мировое общественное мнение – это важное. Оно конвертируется, во-первых, в помощь Украине. Оно конвертируется в какие-то… Тот же самый обмен, последний обмен заложниками, военнопленными, который был 90 на 90, он был при посредничестве Саудовской, при посредничестве Эмирата. Вот результат украинской дипломатии. Это важно. Поэтому, я думаю, что это дипломатические движения. Результатом их… Я абсолютно убежден, что результатом этих движений какие-то мирные переговоры крайне маловероятны. Благодарю вас, Игорь, за важный разговор, за анализ всех ключевых событий. Была рада вас видеть. И до встречи. До встречи, Анастасия. Всего вам доброго. Берегите себя. Благодарю. Друзья, дякую каждому. Это был Игорь Яковенко, журналіст, социолог, медиаэксперт. Вас закликаю быть активными в комментариях. Будь ласка, пишите вашу думку, что думаете вы про все, что вы слышали. Ну и, конечно, бережите себя каждый. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...